Всем привет! Сегодня я расскажу вам про 10 программ, которые можно использовать вместо Microsoft Office. Если вам не хочется платить, нет доступа или просто хочется попробовать что-то новое, этот список точно будет полезен. Я вкратце разберу плюсы и минусы каждой программы, чтобы было проще выбрать подходящий вариант. Начнем с WPS Office. Это одна из самых популярных альтернатив Microsoft Office, которая максимально похожа на оригинал. В состав пакета входит аналог Word, аналог Excel и аналог PowerPoint. Интерфейс современный, интуитивно понятный и почти идентичный Microsoft Office, поэтому переход не вызовет сложностей. Программа полностью поддерживает файлы .docx, .xlsx и pptx, а также работает быстро и даже на слабых компьютерах. Еще одно удобство – возможность переключаться между вкладками, что позволяет держать несколько документов открытыми в одном окне. WPS Office доступен на Windows, Mac OS, Linux, Android и iOS, так что можно работать с документами на любом устройстве. В бесплатной версии встречается реклама, а некоторые функции доступны только по подписке. Но для обычной работы с текстами, таблицами и презентациями ее более чем достаточно. Следующий вариант – Free Office. Это легкий офисный пакет, который отлично подходит для старых и слабых компьютеров. Интерфейс похож на классический Microsoft Office, а работа с документами практически не отличается. Главное преимущество – быстрая работа, минимальная нагрузка на систему и хорошая совместимость с основными форматами. Однако функций здесь меньше, чем у более продвинутых аналогов. А некоторые возможности доступны только в платной версии. Теперь поговорим про OnlyOffice. Этот офисный пакет выделяется мощными возможностями для совместной работы над документами и отличной совместимостью с форматами Microsoft. Он идеально подходит для командной работы, позволяя редактировать файлы в реальном времени. Интерфейс современный, удобный и минималистичный, что делает работу с документами приятной. Однако программа больше ориентирована на корпоративное использование. И некоторые функции могут показаться сложными для новичков. Еще один интересный вариант – Softmaker Office. Это офисный пакет, предлагающий удобный текстовый редактор, таблицы и презентации с отличной поддержкой форматов Microsoft. В отличие от многих бесплатных аналогов, здесь есть больше инструментов для профессиональной работы с документами, включая расширенные функции, редактирование и форматирование. Однако полный функционал доступен только в полной версии. И хотя полная версия позволяет ознакомиться с возможностями, через 30 дней потребуется покупка лицензии. Если нужен офисный пакет, который работает на Windows, Android и iOS, стоит обратить внимание на Office Suite. Он поддерживает все основные форматы документов, а также интегрируется с облачными сервисами, такими как Google Drive, OneDrive и Dropbox. Это удобное решение для тех, кто часто редактирует файлы на разных устройствах и хочет иметь доступ к ним в любое время. Однако, как и у многих подобных программ, полный набор функций доступен только по подписке, что может стать минусом для тех, кто ищет полностью бесплатное решение. А теперь перейдем к полностью бесплатным решениям. LibreOffice – это один из самых мощных бесплатных офисных пакетов, который включает в себя текстовый редактор, электронные таблицы, презентации и даже базы данных. Главный плюс – полная автономность. Вам не нужно подключаться к интернету для работы. Однако, интерфейс немного устаревший, а переход с Microsoft Office может потребовать привыкания, особенно если вы часто работаете с документами в формате .docx. Очень похожий вариант – OpenOffice. Это один из первых бесплатных офисных пакетов, который до сих пор пользуется популярностью. Он включает в себя все стандартные инструменты для работы с текстами, таблицами и презентациями. Однако, обновления выходят реже, чем у LibreOffice, а функциональность постепенно устаревает. Несмотря на это, OpenOffice остается хорошим выбором для тех, кому нужен простой и бесплатный офисный пакет без лишних сложностей. Теперь перейдем к OnlineOffice. Microsoft Office Online – это бесплатная веб-версия Microsoft Office, которая позволяет работать с Word, Excel и PowerPoint прямо в браузере. Интерфейс полностью привычный, а файлы автоматически сохраняются в OneDrive. Это отличный вариант для работы с документами без необходимости устанавливать программы на компьютер. Но в нем меньше функций, чем в полноценной версии офиса. И для работы требуется постоянное подключение к интернету. Еще один популярный онлайн-офис – Google Docs и другие онлайн-версии от Google. Google – это отличные аналоги Word, Excel и PowerPoint, которые идеально подходят для совместной работы. Вы можете редактировать документы в реальном времени, оставлять комментарии, отслеживать изменения и легко делиться файлами с коллегами. Однако при всей удобности Google документов есть ограничения. Сложные таблицы и презентации могут отображаться не так, как в Microsoft Office. А функционал для профессионального редактирования немного уступает десктопным версиям. И последний в списке – OnlyOffice Online. Это полноценный онлайн-редактор, который сочетает в себя простоту Google Docs и мощность функций Microsoft Office. Он отлично подходит для командной работы, поддерживает сложные документы и интегрируется с различными облачными сервисами. Однако для полноценного использования требуется регистрация. А некоторые функции могут быть доступны только в корпоративных версиях. Эти 10 программ и онлайн-сервисов – отличные альтернативы Microsoft Office. Каждая со своими плюсами и минусами. Если вам нужен максимально похожий офис, попробуйте VPS Office или OnlyOffice. Если важна бесплатность – LibreOffice или Google Docs. А если вам нужна работа в облаке – Microsoft Office или OnlyOffice Online станут хорошим выбором. Чтобы найти любой из этих офисов, просто введите в поисковую систему его название. Пишите в комментариях, каким офисным пакетом пользуетесь вы. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и до скорой встречи в следующем видео. Пока!